Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале на котором вы каждый день можете посмотреть что-нибудь новое по танкам. Всегда снимаю обо всем, что появляется в нашей игре, разжевываем вместе с вами все новости, смотрим анонсы и обязательно получаем свежие бонус-коды, как только они появляются, и многое-многое другое, в том числе обзоры на новые танки, которые появляются в игре. Ребят, если хотите все это не пропускать, обязательно подпишитесь на канал, прожмите на колокольчик, и буду очень вам благодарен, если вы нажмете на лайкос. В эти все действия не стоят вам ровным счетом ни копейки, для вас это секунда дела, а для меня это возможность развивать мое начинание, развивать мою мечту. Спасибо вам большое за то, что сделали все это. Ну и в этом видео, ребят, мы покрутим с вами рулетку на АМХ М4-54, он же Млешка. Тяжелый танк 10 уровня, который я не считаю имбой, в то же время считаю его довольно-таки достойной машиной 10 уровня, которая обладает вполне себе неплохо взбешенными техническими характеристиками. Очень хорошее орудие, с хорошим временем перезарядки, с приятным временем по сведению, и в целом довольно неплохим уроном в базовом, в значении 450 единиц по базовым снарядам. Если вдруг пробивать не можете, исходя из уровня пробития в 257, хотя я не знаю, в кого вы там целить собираетесь, если говорим о том, что пробить не сможете, то можете использовать кумулятивные. Хотя я проголосовал бы явно за дополнительные подкалиберные снаряды, или вообще сделал базовыми снарядами бронебойные, ну а вот как раз подкалиберы поставил бы в виде голды. 330 мм срабатывают не всегда, но если вдруг сработали, то наносите урон, но с существенной потерей в отношении альфы. 450 на базе и 380 на голдовом снаряде, а это, ребят, ни много ни мало целых 70 единиц. С другой стороны, в данной машине есть довольно неплохая броня, башня такой формы, что от башни отыгрывать действительно удобно, а угол склонения орудия вниз составляет целых минус 8, что для тяжелого танка довольно-таки неплохой показатель. Существенным минусом машины является то, что она действительно больших размеров, на дальних и средних расстояниях, по бортам и каким-нибудь вот таким полуромбом, если немножко сильнее довернули башню, нежели надо, оголяется огромная серая зона в задней части башни, ну а по бортам пробить тоже проблемы не составляет. Также стоит отметить, что за гусеницами тоже абсолютно прямые бронелисты находятся, ну и, соответственно, пробивать туда тоже проблемы для ваших соперников не будет. С другой стороны, машина играется очень комфортно и привыкать к ней абсолютно не надо. В отношении стоимости рулетки, в рулетку положили главной наградой сам танк, ну и, соответственно, положили легендарный внешний вид, который меня не сильно впечатляет, да и, честно говоря, без него катается тоже вполне нормально. Ну, то бишь, этот легендарный внешний вид не делает машину прям самой собой, как это, допустим, идет с Бадгером или тем же самым клинком. 20 прокрутов обойдутся вам в 26500, и это немножко завышенный ценник, как за полный комплект всего, что вы получаете из данной рулетки, но, с другой стороны, вдруг вам повезет забрать машину раньше, ну и, соответственно, взять ее дешевле. Если мы говорим о том, что две основных награды, а именно легендарный внешний вид и сам танк, припадут на 19 и 20 прокруты, как это, как правило, происходит, то если считать по 18 прокрут включительно за танк и плюс какие-то дополнительные плюшки из рулетки, вы заплатите 21500, что в целом считаю абсолютно нормальным ценником за набор, в котором вы получаете танк без легендарного внешнего вида, но плюс какие-то дополнительные контейнеры, дополнительно Х-10 в количестве трех штук целых два раза, ну и, может, вам что-нибудь выпадет из таких контейнеров, как бомбические, которых сюда положили, правда, всего два, ну и несколько мистических контейнеров. Плюс к тому, стоит отметить, что здесь положили еще два французских контейнера, которые можно достать два раза, того четыре канта на всю рулетку, и три собери их все. Я собираюсь крутить данную рулеточку у себя на твинковом аккаунте по одной простой причине, потому что на основе млешка у меня есть, и получить за нее компенсацию 7500 золота мне вообще не улыбается. В конце концов, пришлось бы покрутить рулетку только на 7500 голды, ну и на этом остановиться, и, скорее всего, 7500 голды ушли бы просто в унитаз. Ну что, ребят, давайте начинать крутить, и давайте будем смотреть, что из этого получится. Подкрутили ли разработчики мне мой твинковый аккаунт, я не знаю, но сейчас разберемся с этим вопросом. Первым выпадают контейнеры «Собери их все», и это говорит о том, что шансы того, что из этой рулетки мне будет насыпать что-то как-то приятно, уже присутствуют. Обратил внимание, что если вам в начале рулетки начинают выпадать дешманские награды, то дальше дешманские награды будут идти одна за одной. А вот если начинаете стартовать с чего-то более приятного, соответственно, шансы получать и дальше более дорогие награды, ну, я бы сказал, повышаются. По крайней мере, на моей практике. А своей практике обязательно напишите в комментариях, мне будет интересно почитать и сравнить свое везение и свой порядок выпадения наград с вашим порядком выпадения наград, для того, чтобы понимать, а действительно ли существует огромное разнообразие по очередности выпадения наград из рулеточки. Тысяча голды возвращается исключительно благодаря тому, что забрал себе седьмой талисман, ну и, соответственно, получил косарь голды себе в виде компенсации. Таким образом, получается, что данные прокруты я совершил, в принципе, ну, можно сказать, практически в ноль. Едем дальше, 465 единиц голды. Мне бы хотелось все-таки открыть французские контейнеры и попытать счастья в мега-контах. Мистический контейнер. Давай мне, родимый отсюда, мистический сертификат, так, чтобы сделать выгодным прокрут. Нет, не дает, но, ребят, полторы тысячи голды насыпает, а из мистического контейнера полторушка выпадает, ну, крайне редко. 590 стоимость прокрута, и здесь у нас, ребят, что будет? Правильно, серебро. Не угадал! Не угадал! Контейнер бомбический! Ну, давай, бомбани, родной. Бомбани так, чтобы меня бомбануло. Что у нас здесь? Собери их все, и... В целом, больше ничего интересного. Есть еще один талисман на бомбические контейнеры, но не хватает еще 4-х. Навряд ли смогу собрать. Открываем, собери их все. Притормаживания нет, а значит, ничего ценного. Забираем свою свободку. Забираем иксы и едем дальше. Но 725 золота. Ребят, возвращаясь к общей стоимости рулетки, как я уже сказал, 26,5 тысяч голды за данный танк. Я считаю, это дорого, если мы говорим о том, чтобы забрать прям всю рулетку. То есть, рассматривать данную рулетку просто как один огромный комплект, за который вы платите полную стоимость. И если бы АМХ выставили на продажу, допустим, в голом состоянии, за 18,5 тысяч, я бы сказал, да, можно смело брать, потому что этих денег машина стоит. Если бы выставили данную машину за 22,5 тысячи голды в составе набора, в котором было бы там, не знаю, 5 каких-нибудь контейнеров, открытое все оборудование, легендарный внешний вид, я бы сказал, что да, тоже для разнообразия можно взять и ценник вполне себе приемлемый. Но 26,5 тысяч это действительно перебор. И мне кажется, что все-таки большинство рулеток в нашей игре, они как-то необоснованно завышены по своему ценнику. Что у нас здесь? Опять большое ничего. В общем, ухожу просто в минус, ничего не получаю. Ну, разве что вернул косарь, собери их все, и полторуху получил из мистического контейнера. Возможно, на этом мне стоило остановиться, потому что, в целом, все остальные награды, которые сейчас находятся у меня в рулетке, однозначно не стоят того, чтобы крутить ее дальше. Ну, согласитесь, более тысячи золота за 100 тысяч серебра, это как-то перебор. Теперь давайте посчитаем. 1550 золота за прокрут. Легендарный внешний вид, ну окей, он стоит того, но только если он, во-первых, вам нужен, а во-вторых, сама млешка у вас есть. Контейнер с атрибутом ангара. Вообще не нужен за такие деньги. То же самое касается контейнера с обвесом, но и уж тем более контейнера с анимированным аватаром. Уверен, что все вы со мной согласитесь, что бомбический контейнер тоже не стоит 1550 голды. Ну и то же самое могу сказать про французский контейнер. Пускай даже два французских контейнера не стоят 1550. Они крайне невезучие в отношении выпадения чего-либо оттуда. Понятное дело, что если млешку сейчас заберу, а это у меня будет сейчас уже 13 прокрут, то возьму ее действительно очень выгодно. При этом всем давайте посмотрим, что с нашими процентами по выпадению. Неполный процент в вероятности выпадения главной награды. С высокой долей вероятности я сейчас заберу контейнер с атрибутом ангара. И честно говоря, это будет прям совсем морнотратничество. На втором месте у нас два французских контейнера. И вот теперь главный вопрос. Что выпадет? Контейнер с атрибутом или все-таки французский? Я ставлю на контейнер с атрибутом. Ну, шансы все-таки практически в три раза выше забрать именно его. И ничего удивительного абсолютно. Что у нас по атрибуту ангара? Главное, чтобы не собака. Нет, не собака. Машина. Хорошо. Договорились, украсим ангар. Хотя, кому это надо, кроме меня. Я, в принципе, не сильно обращаю внимание на эти атрибуты ангара. Ну и, соответственно, не сильно этому рад. Дальше. 1755. Два французских конта. Ну вот теперь интересно. Будет что-то отсюда годное такое, чтобы меня устроило в виде компенсации за потраченную голдишку или нет? Открываем первый контейнер. И в первом контейнере получаем ничего. Получаем талисман французский. Причем он у меня первый на этом аккаунте. В общем, смысла от него никакого нет. Дальше, ребят. Следующий контейнер. Ну и опять то же самое. Ну, то, что я говорил. Французские контейнеры, они, в принципе, бестолковые. До одури и смысла в них абсолютно никакого нет. Дальше у нас будет либо с анимированным аватаром, либо опять получу два французских контейнера. Зато шансы на млешку выросли до целых 2,6%. Хотя уверен, что только в конце смогу забрать данную машину. Голды на то, чтобы прокрутить у меня полную рулетку, не хватит однозначно. Спасибо большое за камуфляж на танк, которого у меня нет. И таким образом, мне кажется, рулетка подначивает игрока к тому, что, чувак, у тебя же уже есть. Есть этот великолепный внешний вид на тачку. Осталось только машиной обзавестись, чтобы просто так внешний вид в хранилище не валялся. Вот он, вот он Дефендер. Вот он Дефендер. Я лично считаю, что своих 7,5 тысяч голды Дефендер стоит однозначно. Но теперь осталось посмотреть, сколько голды я на это потратил. Считать буду исключительно приблизительно. Дефендер приземляется. Не помню, честно говоря. Спасибо большое за 7 дней прямо на аккаунте, где я не играю. В отношении Дефендера. Его у меня в коллекции не было. То бишь, компенсацию я не получаю. 3,750, если его продавать. 7,5 тысяч, если его покупать в магазине. А иногда продают и дороже. И что могу сказать в отношении того, сколько голды я потратил. Я, честно говоря, не записал, с какой цифры я стартовал. Но будем так просто навскидку смотреть. У нас здесь, грубо говоря, там 2,5 плюс 2, 5,5. 7 тысяч. Сколько это? 8,5. Короче говоря, я за него заплатил в любом случае больше, нежели он стоит. Ну, больше 11 тысяч голды точно. Едем дальше. 2,750, прокрут. Но, давай. Красота. А, контейнер с обвесом. Ну, дай хоть обвес какой-нибудь красивый. Там, хранитель неба. Огнегарпун. Тоже неплохо. Тоже неплохо, но чертовски дорого, ребят. Ну, чертовски дорого. 2,990 голды. Вау, какая прелесть. Ребят, вот напишите в комментариях, вы хотели бы за 2,990 получить себе анимированный аватар? И уже даже не имеет значения, какой именно. Вот, вот такой вот аватар. Хотели бы забрать за 2,990? Это жестяк. Просто неимоверный жестяк. 3,250 голды. Можно сказать, для меня последний прокрут. Потому что мне не хватит золота на то, чтобы сделать последнюю крутку и забрать главную награду. Я больше чем уверен, что сейчас будет контейнер. Нет! О-о-о! Да ну ладно! Прям таки! Забираю на предпоследнем прокруте, ребят. ВГ все-таки подкрутили. Все-таки не пришлось мне идти до самого конца. Ну, а теперь, ребят, давайте будем подбивать итоги. Я сделал из 20 возможных прокрутов 19. 19 прокрутов, по моим предварительным подсчетам, это 24750 голды. 24750 голды я отнимаю полторуху, которая упала мне из мистического контейнера. И отнимаю еще косарь, который мне вернулся из Собери их все. Но это исключительно исходя из того, что у меня были ранее в хранилище части сертификатов, то есть талисманы на этот косарь золота. Ну и минус еще просто вот наугад. Я себе ставлю золото, которое там частями выпадало из контейнеров других. Того у нас получается 21250. Минус 7500 за Defender. Итого получается 13750 золотом за AMX M4 MLE 54. Главный вопрос, а уверены ли вы в том, что вам тоже выпадет хоть какой-нибудь танк из этих контейнеров, и вы таким образом сможете уменьшить стоимость главной награды, если ее заберете? В моем случае, мне кажется, мне повезло с прокрутом. И я действительно получил себе десятку существенно ниже ее реальной рыночной стоимости. При этом всем, ребят, я не считаю, что каждому из вас будет такое везение, как было сегодня у меня. Это был мой твинковый аккаунт, который уж точно не подкручен варгеймингом, и выпадало мне далеко не самое лучшее, что могло оттуда выпасть. Ну а сама машина досталась мне практически в конце рулетки, и далеко от первых прокрутов. Моя рекомендация, лучше заходите вот так вот в магазин, заходите в раздел танков, смотрите, какой танк вам нравится, и лучше покупайте ту машину, которую вы реально себе хотите получить. Ну вот, допустим, зайдя в магазин сейчас, вы можете увидеть предложение на Чифтейна за 22,5 тысячи золота, а это немножечко дороже, нежели 18 из 20 предусмотренных прокрутов в рулетке, но все-таки сам Чифтейн МК6 гораздо интереснее, нежели млешка. Плюс к тому, здесь в эту сумму вам включаются по 25 бустеров, вы получаете легендарный внешний вид на машину, целых 25 сертификатов Х5 на данную тачку, открытое все оборудование, а это порядка 4 миллионов серебра экономии, и 10 контейнеров соберите все, из которых вы как минимум 1000 голды точно вернете назад. А значит, набор вам обойдется в 21 500. Ровная стоимость 18 прокрутов вот этой рулеточки, о которой мы сейчас с вами говорили. Принимайте взвешенные решения, принимайте решения так, чтобы они были вам выгодны. Никого не слушайте, и поверьте мне, рулетки это попытка достать кота из мешка, который неизвестно есть ли там. А покупка товара в магазине дает вам 100% гарантию, получение того, что вы хотели, в ваш ангар, ну и, соответственно, получение удовлетворения от игры на любимых танках. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю везения. Ну а самое главное, мира и спокойствия. Всем пока-пока.